Мне нет 30 лет, я до хера денег зарабатываю, я миллиардер. Вот большой вопрос к инфо-цыганам, то что вы как бы дарите мечту. Мы делаем то, чем вообще государство должно было заниматься. Проценток 8, из того, что у меня есть бизнес, я взял из лайков. Инлюзия, успеха. Я знала, что это происходит обман граждан Российской Федерации. Это касается государства российского. Того, что вы хотите устроить охоту на ведьм, жечь нас на костре и так далее, но это просто ваше там непонимание, чем мы занимаемся. Я покупаю регулярно курсы, но это не мешает моим юристам судиться по каким-то отдельным моментам. Он является для меня преступником, мошенником. Мы можем увидеть огромное количество людей, работающих условно там за нищенскую зарплату за 20 тысяч рублей. И эти же люди говорят, что мы это какой-то развод, но здесь нужно задать себе вопрос, кто лох. Аферта составлена так, чтобы по максимуму не возвращать деньги. Данная мера пресечения в отношении Аяза Шагудинова была избрана чрезмерно. В этом деле вообще много деталей, которые я слышу, которые кажутся странными, иногда сомневаешься, правда ли это. Сначала последовало наказание, а потом установление правил. Когда речь идет об обеспеченных людях, у нас население хочет крови. Да, грустно все. Грустно, грустно. Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это не фарбсы. Два года назад мы записали большое интервью с Аязом Шабудиновым, но не выпустили его. Началась специальная военная операция и появилась совсем иная информационная повестка. Прошло два года. Шабудинова арестовали. Сейчас он в СИЗО. Многие юристы, бывшие ученики и команда лайк-центра недоумевают, как так вышло. Ведь лайк-центр — крупный бизнес, который помог взрастить многих предпринимателей. И говорят, что дело против Аязы должно быть гражданским, а не уголовным. Но есть и другое мнение. Ведь пафосного продавца воздуха наконец-то посадили. Не будет он больше кататься на дорогих тачках и демонстрировать свою роскошную жизнь. В то время, как у многих россиян жизнь совсем другая. Мы не могли пройти мимо этой темы. В этом выпуске не вышедшее интервью Аяза, комментарии его студентов двухлетней давности и новое, фееричное Наталья Калистратова, благодаря которой Шабудинов и оказался за решеткой. Юристы, команда лайк-центра и ответы самого Аяза, но уже письменные, из СИЗО. Давайте разбираться. Не парцы. Кто-то искренне ненавидит Аяза. Другие его обожают и даже делают из него кумира. Но мало тех, кто к нему равнодушен. Аяз с Шабудином — фигура противоречивая. Мы постараемся показать героя этого выпуска, его бизнес и уголовное дело против него с двух сторон. Для кого-то Аяза — это парень из Куиды, который смог. Привет, олимпийские! Куида — это поселок в Пермском крае с населением в 10 тысяч человек. Селфмейд бизнесмен, который начинал с нулем в кармане, знаете ли. В 15 лет переехал сам в Ижевск, писал стихи на заказ, вел мероприятия, валил лес, помогал отцу в небольшом цеху по производству лимонада. Даже на заводе женщина работает 35 лет, а на 35 лет сама вот варит сироп, наш настоящий натуральный сироп. Затем были хостелы, кофе-лайк, продажи франшиз и прочие бизнесы. Многие из них довольно успешные. В 2018 году Аяз продает 33% сети своих кофе-баров к нижному издательству АСТ. Другую часть — новым инвесторам и прежним партнерам. И начинает развивать еще одно детище — лайк-центр, бизнес-школу и курсы предпринимательства. Дайте друг другу вот так вот пять, дайте друг другу пять. Познакомьтесь с людьми, которые рядом с вами. Все идет хорошо. Лайк-центр, резидент Сколково, курс скорость, аккредитован Министерством экономического развития. Компания становится партнером национальной премии для предпринимателей «Немалый бизнес», победителей которой даже встречались с Владимиром Путиным когда-то. А это ли не гарант стабильности в нашей стране? Вдруг увидели, что у нас сегодня возникло новое поколение предпринимателей. Это только они увидели, я думаю. Лайк-центр в 2021 году занимал первое место среди частных компаний в сфере бизнес-образования по версии РБК. Вошел в топ-100 инновационных компаний России и СНГ в области образования, посчитали All-on IQ в том же 2021 году. Занял 10 место в рейтинге от тех компаний России по итогам четвертого квартала 2023 года по версии Smart Ranking. Просто я решил сделать из образования огромный бизнес, но полноценный, суперэффективный бизнес. Помимо прочего, Шабудинов открыл сеть Coworking of Names во многих городах России. Вел популярный блог в запрещенной социальной сети. У него там 1,8 миллионов подписчиков и манящие кадры, дорогие машины, виллы, самолеты, путешествия, жирафы, любовь и все то, ради чего стоит жить. Так бы историю Аяза рассказали его поклонники. А теперь версия для тех, кому Аяз не по душе. Родился он в семье богатенького папы, самого успешного человека в Куэде. Именно отец и дал Аязу деньги на первый бизнес. В школе бизнес-лайк-центр Аяз буквально выжимает из заверчивых лохов мани, зачастую взятые в кредит и несоразмерные их зарплатам. Не надо брать кредит, можно найти инвестора. Те, кто покупал у него франшизу, прогорели. Сторонники Аяза – жертвы его воронок продаж, которые боятся говорить о своих провалах вслух. А огромные выручки – просто выдумка. А если и нет, это все потому, что Шабудинов укрывается от уплаты налогов и дробит бизнес. Я считаю, что это просто патологическая жадность. В третьем квартале 2023 года выручка онлайн-школы лайк-центр сократилась на 22,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Наконец-то россияне прозрели, и этот специфический бизнес, построенный на желании доверчивых россиян обрести успешный успех, как у Аяза, наконец-то пошел ко дну. Но кто же Аяз Шабудинов на самом деле? Успешный предприниматель, за которым стоит идти? Или мошенник, наживающийся на наивных согражданах? Хочу вам сообщить, что мы с вами очень похожи. Потому что, в общем-то, мы ничем не занимаемся, что противоречит уголовному кодексу. В начале ноября 2023 года против Аяза возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Шабудинов с партнерами создавали у клиентов ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Общий ущерб от его действия оценили в 4 миллиона рублей. Сейчас Шабудинов в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения свободы. За него вступились заметные российские предприниматели. Совладелец школы английского языка Skyeng Георгий Соловьев и Александр Ларьяновский. Генеральный директор и совладелец скиллбокс Дмитрий Крутов. Основатель бизнес-клуба Атланты Михаил Воронин. Сооснователь Киви и инвестор лайк-центра Сергей Солонин. И уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите предпринимателей Борис Титов. Но не помогло. Аяс все еще в СИЗО. А 13 февраля Таганский районный суд города Москвы продлил Шабудинову срок содержания под стражей. В зале суда Аяс заявил, что входит в топ самых вдохновляющих людей. Наряду с Илоном Маском и Павлом Дуровым. Человек, который вдохновил на бизнес целое поколение людей, прямо сейчас сидит в клетке. Цитата Шабудинова. Но красноречие не помогло. Против него возбудили еще 7 уголовных дел. Шабудинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Но давайте для начала посмотрим на Аязов безоблачный для лайк-центра и его основателя времена. Осень 2021 года. Когда мы встретились с Шабудиновым в его офисе в Москва-Сити. Не форцы. Ты чувствуешь какую-то ответственность за что ты делаешь? Потому что все-таки вот большой вопрос к инфо-цыганам, то что вы как бы дарите мечту, это похоже больше на секту. Потому что люди, они скорее просто верят в твою какую-то историю, но при этом их успех все равно не гарантирован. Многие вылезают в долги, чтобы у вас учиться. Я так понимаю, вы вообще мало что понимаете про то, чем мы занимаемся и кто мы такие. У нас есть, ну мы технологическая компания для предпринимателей. У нас на рынке тех компаний одни из лучших продуктовых метрик. Дальше у нас штат программистов. 40 айтишников, которые пилят нашу айти-платформу, на которой наши студенты указывают и показывают, как развивается их бизнес. Конечно же, мы чувствуем ответственность. Другое дело, что мы в принципе работаем с штукой, которая называется бизнес, которая априори несет в себе степень риска. Но делая бизнес с нами и делая бизнес без нас, это там десятикратная разница по сравнению с тем, насколько с нами человек может быстрее добиться успеха. Ну и достаточно на самом деле просто взять там общие же есть разные источники, что на периоде трех лет закрываются 97% компаний, которые открываются. Или кто-то говорит 95% компаний, да. И в сравнении с нами, вот у нас есть там программа, например, АМСА называется, где мы сводим показатели ребят, еще которые зашли к нам 3,5 года назад, вплоть до сегодняшнего дня. И эти данные тоже мы можем показывать. Поэтому, я думаю, такие вопросы вообще в наш адрес не актуальны. Такие слова ужасные, которые ты произносишь уж от Форбса вообще, мне кажется, неправильно их произносить. Потому что это расизм, то, что ты сейчас произносишь. И в принципе... Что это расизм? Ну, когда ты говоришь слово инфо-цыганство. Вот. Ты говоришь инфо-цыганство, и вы, обращаясь, видимо, возводя нас в этот же ранг. Ты можешь говорить все что угодно, но клеймят тебя именно так. То есть, ну вот... Ну, вопрос кто? Это же не наши студенты делают. То есть, это делают люди, которым проще сказать, что, типа, у него отец владелец завода. Ну, наши студенты, у нас индекс потребительской лояльности там базово порядка, в среднем, по-моему, 86-4%. То, какое бизнес-образование, скажем так, традиционного формата, это же полная устаревшая дичь, не имеющая ничего абсолютно там близкого с тем, как сегодня нужно вести, собственно, бизнес. Берем какого-то преподавателя, который приходит там с Колковым. В лучшем самом случае это пригласить иностранного преподавателя, который... Что он скажет? Ну, сейчас я тебе объясню. Что он скажет человеку из Рязани, который хочет открыть пекарню? Чувак из... Кто российский, с той стороны. Чувак из Чикаго. Что он скажет полезного человеку, который в Рязани хочет открыть пекарню? Абсолютно ноль пользы. Например, пришел какой-нибудь классный, модный, популярный предприниматель российский, Федор Овчинникова, кучменты, например, или еще кого-то, которые тоже там могут прийти, чтобы преподавать с Колково. Вот. И опять же, какую пользу они дадут человеку, который в Рязани хочет открыть шиномонтажку? То есть ты считаешь, что Федор Овчинников пользы не даст человеку из Рязани, а ты дашь? Мы дадим куда большую пользу, потому что вот у вас же ощущение, что... Продаешь, продаешь какой-то свой курс как будто. Я пытаюсь сделать так, чтобы вы наконец-то глаза открыли. Вот. И наконец-то увидели вещи такие, какие они есть. Потому что у вас же у всех зашоренный абсолютно этот мнение относительно того, что происходит вообще на рынке. У нас есть IT-платформа. На ней учатся десятки тысяч студентов с самыми разными нишами. И вот представь себе, один человек только что запустил какую-то пекарню и вдруг выстрелил в городе Тула. Ручка миллион триста, там чистыми, не знаю, 150 тысяч. Наши студенты тестируют и указывают, какие гипотезы они в своем бизнесе протестировали, чтобы начать больше зарабатывать. Давайте, чтобы тебе было понятнее, приведу на совсем простом примере. Вот есть девочка, она в Перми запустила детский центр. И она говорит, вот я тестировала гипотезу по Инстаграму, по Ютьюбу, значит, раздавала, не знаю, флайеры, ничего не работает. Но я повесила в подъезде, и она говорит, я вам всем советую, повесить в подъезде желтого вида объявления в пятницу после 19.00. Вот угадай, почему нужно вешать именно в пятницу после 19.00, по ее мнению? Люди идут с работы домой, я не знаю. Справедливо, но нет. Потому что в это время перестают работать службы ЖКХ, а это значит, что три дня это объявление провести до подъезда. А теперь вдумайся, есть вторая наша студентка, которая в городе Тула тоже хочет открыть детский центр. И она способна эту гипотезу найти и узнать, что в ее нише нужно делать именно это. И у нас за последние два, по-моему, года люди на нашей IT-платформе протестировали 250 тысяч гипотез. То есть, мать его, мы создали как будто бы некие Uber-студенты, где могут использовать знания других студентов, самые актуальные. И это революция, которую мы совершили в сегменте бизнес-образования. От того, что вы хотите устроить охоту на ведьм, жечь нас на костре и так далее, но это просто ваше там непонимание, чем мы занимаемся. Но если, ну, как бы задуматься, и за рамками предметной картинки мы можем увидеть огромное количество людей, работающих, условно, там, за нищенскую зарплату за 20 тысяч рублей. И эти же люди говорят, что мы, это какой-то развод. Но здесь нужно задать себе вопрос, кто лох. Ну, вот что я думаю тоже про фразу «на лохах зарабатывают». Мне обидно за таких людей, ну, которые работают за 20 тысяч, но их со всех сторон там окружают идеи, типа, куда ты лезешь, бизнес не для тебя. И наша задача, это вот мы общались с Харитоном Матреем из как раз Sky Inga. Он сейчас у них, ну, отвечает за Sky Pro. И он сказал классную вещь. Они когда делали кастдев и ресерч по аудитории своей, ну, вот, они сейчас будут обучать программистов, уже начали. И он сказал, что когда они кастдевили и проводили исследования, то самое важное для человека, который, условно, вчера работал там сварщиком или в шахте, самое важное для успеха — это увидеть, что его сосед Петрович тоже стал программистом. То есть у него получилось. То есть, вот, мне кажется, что в Штатах проще людям ментально, потому что у всех есть знакомый, который стал долларовым миллионером. В России этого нет. И наша задача как раз со всех пушек, со всех реклам показывать наших студентов, которые ездят на дорогих тачках, а вчера они были никем и жили в домах без пола. Я же довольно рано разбогател. Если у тебя нет большой какой-то идеи, это ужасная депрессия потом наступает. Потому что ты купил себе Porsche, а он тебе счастья не приносит, как казалось. Поэтому задача была найти какую-то игру себе. Я себе придумал интересную игру сделать великие вещи с российским предпринимательством. Ты знаешь, да, что уровень предпринимательства в России падает с каждым днем? В последние годы такая тенденция есть. Единственный сегмент, который рос, как раз микробизнес, с которым мы работаем. Вот, а так, да, грустно все. Грустно, грустно. И, ну, я надеюсь, что мы не с ветряными мельницами боремся. Вот, я надеюсь, мы увидим результаты от нашей деятельности. Ну, это займет годы. Все, что нас окружает здесь, все почти, сделано и в России. Телефоны, одежды на мне, на тебе и так далее. Вот, и мы в экономическом смысле, как страна, проиграли. Ну, потому что, почему? Потому что наши дети мечтают об айфоне. Родители там вынуждены 10... Ну, то есть, если айфон стоит 100 тысяч, там семья зарабатывает, не знаю, там, условно на 70, и она 10 тысяч там откладывает свободных денег, то вот, получается, каждая там семья российская, каждая вторая, по 10 месяцев в году работают на, там, условно на американцев, китайцев, которые эти телефоны делают. И в этом смысле экономически мы проиграли. Вот, и какой-то нашим видением хочется сделать так, чтобы французы мечтали купить домой холодильник Саратов. Ну, то, чем я занимаюсь, это делаю так, чтобы наши студенты, которые сегодня к нам приходят, сначала научились на чем-то простом зарабатывать, потом построили в России лидеров рынка, потом вышли за рубеж. Счастью нашей миссии у меня план на следующие 10 лет, он прозвучит там очень амбициозно, да, но сделать так, чтобы наша экспертная выручка от бизнеса, наших студентов, вот, она могла сравняться с экспертной выручкой нефти. Да, планы у Аяза два года назад были амбициозные. Начиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Но если у молодого человека была цель перевернуть мир малого и среднего бизнеса в России с ног на голову, то у его оппонентов, как в игре, цель была противоположной. Помешать Аязу. Человек, который разгребает говно. Наш убирает. Вот то, чем я занимаюсь. Убираю говно из вашей жизни. Одним из самых ярких антагонистов Шабудинова можно назвать Андрея Ковалева. Российского бизнесмена, бывшего заместителя министра лесной промышленности и депутата Мосгордумы. Автора ютуб-канала «Осенизатор», музыканта, писателя, любителя золота, доспехов и картин. Основными своими активами Ковалев называет компанию «Экоофис», которая занимается сдачей в аренду офисных помещений в Москве и усадьбу Гребнева. В 2022 году выручка компании «Экоофис» по данным «Спарк Интерфакс» составила более 86 миллионов рублей, а усадьба Гребнева более 73 миллионов. Сам предприниматель в разговоре с «Форбс» заявил, что оборот всех его компаний за 2023 год был равен примерно 800 миллионам рублей. Бизнесмен когда-то входил в рейтинг крупнейших российских рантьев. Кризис 2008 года чуть не потерял все из-за задолженности в валюте, но смог выкарабкаться. С 2020 года Андрей Ковалев, лидер общероссийского движения «Предприниматели», называет себя борцом с инфо-цыганами. Ох, Шабудинов, доиграешься, пацанчик. Инфо-цыгане! Еще один яркий противник АЯЗа – Наталья Калистратова, одна из заявителей по делу. Она – бывшая ученица лайк-центра, предпринимательница, работающая в сфере логистики. По ее словам, потратила миллионы рублей на образовательные программы, ездила за АЯЗом, его командой и учениками по всему свету, писала хвалебные отзывы. Но, как она теперь говорит, все это было сделано с целью разоблачить АЯЗа Шабудинова. Наталью настолько увлекла идея наказать АЯЗа, что, кажется, это стало делом всей ее жизни. Мы приглашали Калистратову на интервью. Она отказалась, но записала для нас эксклюзивно полтора часа аудиосообщений. В этом выпуске мы будем использовать фрагменты из них. С позволения Натальи, конечно. Рупором всех потерпевших выступаю именно я. Почему я? Ну, значит, судьба такая у меня. Да, заступиться за всех людей, которые ввязались в этот лайк-центр, которые просто взяли и обобрали. Я знала, что это происходит обман граждан Российской Федерации. Граждан Российской Федерации. Это касается государства российского. АЯЗ, он пофиг на граждан Российской Федерации. Он на гражданах Российской Федерации зарабатывает. И также Солонин, тоже с ним соучастник. Он ему инвестировал. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать на гражданах Российской Федерации. то есть доить этих граждан. Аяс сделал для них иллюзию, иллюзию предпринимательского мира, где человек приходит, и он якобы попадает в семью, в окружение хороших людей. Да, там хорошие люди, я не спорю, но Аяс-то их выжимает. Если же бы Аяс хотел бы носить пользу этим людям, вот так, просто от чистого сырства, он бы не забирал у них деньги. Он забирает кредитный лимит человека. Но я еще заметила, там есть такие ребята, которые реально не дальнозорки. Вот если Ковалев дальнозоркий, он сразу видит, кто мошенник, как они манипулируют, что они там делают, то есть сразу видит. А там ребята внутри лайк-центра, они вообще не хотят видеть. С одним из людей, которые, по мнению Натальи, не хотят видеть, мы решили пообщаться. Его зовут Даниил Кравцов. Он говорит, что проходил обучение в лайк-центре параллельно с Калистратовой. По ощущениям, процентов 80 того, что у меня есть в бизнесе, я взял из лайк. На текущий момент у нас более 540 кофейн-центре. Открытых 400, все оттуда открываются. Порядка 95 городов. Вот, что мы делаем? Мы представляем готовое оборудование для людей, которые хотят быть бизнесом. И также предоставляем обучение именно по этому бизнесу. Можно сказать, что франшизу я проходил, наверное, программ 5 раз. Тогда основное, что я научился, это продажи. Тогда, потому что я не имел продавать, я там, ну, зарабатывал сколько? 1020. И у меня получалось на 20-25 зарабатывать. А после, это вот я в сентябре пошел туда, в декабре я смог заработать 160. Потом еще мастер-группа была, 45 миллионов, мы весна заходили. Но ее купили на второй месяц. То есть вот мы в марте зашли, в апреле мы уже заработали чистыми, с одной, с 0,8 миллиона, два года назад мы созванивались с несколькими учениками лайк-центра, чтобы послушать, что им понравилось, а что разочаровало в программах Аяза. Со многими из них мы смогли связаться и сейчас. Кто-то попросил вырезать их из выпуска, другие замазать лица, изменить голоса. Третьи дали нам комментарии снова. Я там, будучи маленьким пацаном, еще в маленьком городе сидел, наблюдал за этим всем и хотел быть как он, потому что у тебя перед глазами нет примеров. Все примеры, которые здесь перед глазами, это как люди там работают на работе, у них все как бы очень гладко. Поэтому я за этим наблюдал и хотел точно так же изменить свою жизнь и жить чуть-чуть ближе к тому, как живет Аяз. Он меня всегда мотивировал. Я потом уже переехал в Москву, взял более серьезное обучение за 40 тысяч у него, изменить 45, взял у него в долг. Внутри этого сообщества все нищеброды, все с кредитами, все с долгами, с ипотеками, даже без всего. Они там не миллиардеры, они там нищеброды, их надо вот так называть. Вот эти вот люди, они слабые. Они не способны признаться, что Аяз их обманул. И у них не хватает силы бороться, не хватает возможности, времени и денег. У меня своих денег не было. Тогда вот я, взял долг и взял кипит. Но я тогда думал, что, ну типа, если получится, то это вообще другой уровень жизни. То есть, ну другая жизнь. Если не получится, то как бы самый херовый расклад, ну я потом строюсь на работу, типа отдам деньги. Соответственно, я понимал, что, ну, лучший случай, там, два три года работы на работе, как я и собирался. В принципе, я вернул, буду понимать, что ты сделаешь. Ты подталкиваешь людей брать вот кредиты на ваши курсы. Несколько ребят, с которыми я говорил, они говорят, да, я занимал деньги там на курсы 50 тысяч рублей. Это же, это нехорошо в целом. Или как ты к этому относишься? Я отношусь к этому суперпозитивно. На Bloomberg была статья, что что-то 60 или 80 процентов студентов MBA берут на MBA кредит, на образование. И это суперкруто. Вот, мне кажется, это куда более правильно, чем взять, не знаю, там, кредит на iPhone. Есть дорогая программа MSA. Это те ребят, которые состоявшиеся бизнесом. Вот. Но ее часто продают в кредит тем людям, которые, на самом деле, которым она не по карману и не нужна. И я, на самом деле, считаю, что вредно продавать тенген, которые не могут окупить эту программу, всичивать вот просто так, как бы этим людям. Я считаю, что должно быть интервью и должно быть обязательно, ну, какая-то, социальная ответственность по этому вопросу. Предыдущий герой Сергей Янкович. Мы брали у него интервью два года назад. Сергей прошел много курсов АЯЗа и, кстати, тоже обращался в суд с исками к лайк-центру. Но обо всем по порядку. С Сергеем мы созванивались два раза. Два года назад и во время монтажа этого выпуска. Пойдем в хронологическом порядке. Скажите, чем вы занимаетесь и какая у вас выручка за последний год? За последний год у меня выручка больше миллиарда рублей. У меня 200 человек работает. Мы занимаемся личностными награждениями, металлоконструкциями и державейки. Придумываем детали. Зачем такому предпринимателю бизнес-курсы? Для чего? Я, честно говоря, только считал этот контент таким опасным. Я, на самом деле, скрываю тот факт, что я прохожу обучение в АЯЗе. Но в апреле месяце так получилось, что я попал к нему в стратегическую сессию. И, соответственно, за два дня я набросал планы, которые, как по моей оценке, окупают обучение. Я подумал, что если я за два дня сделал такой результат, я, в принципе, понимал, что в основном это будут какие-то мотивационные какие-то штуки. Когда вот начал уже учиться, и в основном я ценность получал из выездов и из приглашенных спикеров. Там на курсе предполагается, что мы будем проходить какие-то там обучающие программы, но большинство из этих программ для меня будет чуть не релевантной. Я получил свежий взгляд поколения Z тех ребят, которые вот сейчас развивают бизнес. Мы ориентируемся сейчас в основном на старый бизнесмен, так скажем, а вот АЯС, допустим, маркетинговые приемы предлагают ориентированные именно поколения Z и вот чуть-чуть больше начали зарабатывать с этого дела. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, в итоге сейчас вот с мая месяца у меня был плановый прирост 40%, мы сейчас закрываем год с 70% прироста. Спустя два года Сергей снова согласился дать нам комментарий. За два года мы удвоили оборот, открыли филиал в Ексенбурге в Астане, в бизнесе все отлично, 60 рабочих мест мы добавили в этом году только. Я прошел несколько курсов, я думаю, что их было порядка восьми, два из них мне не понравились, я вернул деньги, а шесть курсов мне очень понравились, это платные курсы и еще я прошел бесплатный курс для трекеров по передаче навыков. Я к своему стыду как бы сейчас имею два иска к лайк-центру, которые я подал еще до того, как происходило вот эти все эти события, вот и сейчас хочу их отозвать, потому что я не хочу быть участником именно вот этой заварушки, именно уголовной, потому что у меня, чисто у меня вот претензия к несправедливому возврату денег, то есть я считаю, что надо возвращать деньги сразу и в полном объеме, а не пропорционально и, значит, и через два месяца, как бы тут вопрос не денег, а вопрос в том, что я хочу изменить систему возврата у лайк-центра, вот, но при всем при этом я покупаю регулярно курсы, я считаю эти курсы просто офигенными по качеству и я очень ценю как бы то, что Аяз для нас делает, но это не мешает моим юристам судиться по каким-то отдельным моментам, вот я не вижу в этом вообще никакой проблемы. В 2021 году мы брали интервью бывшей ученицы Аяза Шабудинова, сейчас она не хочет светиться в лучах славы Аяза и Натальи, так что просила скрыть ее лицо и изменить голос в этом интервью. В какой точке вы начали заниматься бизнес-образованием и каким человеком вы вышли после этого бизнес-образования? Ну, я хочу сказать, что я его не закончила, а пешила, да, от такого огромного количества потока информации, от такого огромного потока общения, которое идет, и я не стала завершать это учение. Настолько нагружает, что ты, я, например, один раз даже спала на работе, потому что я не успевала делать вот эти домашние задания, плюс еще за домашние задания, если там что-то не так, если баллы не добираешь, они тебя еще штрафуют. На две тысячи каждый раз, вот. Я еще ушла с работы, но это так же сделала я, то есть никто меня не заставлял, но я ушла с работы, чтобы у меня было время организовывать все эти встречи, чтобы наконец-то сделать хоть какую-то продажу, чтобы мне было не стыдно смотреть в глаза там своей группе, потому что мне говорили, вот ты избиваешь рейтинги. Еще одна ученица Аяза рассказывала противоречивые вещи по поводу программ лайка. Лицо девушки нам тоже пришлось замазать, а голос изменить. Я проходила, блин, концентратом, это не считается пульсом, да, но их, наверное, я не знаю, что делать, которые можно быть безлочным. И скорости я проходила прямо внутри. Все равно классно, что делают эти ребята, они что-то сдают атмосферу. В самом случае, все другие учения на Куперке была. Я не видел, чтобы лучше создавалась атмосфера, чтобы создавалась какая-то вот такая иллюзия успеха. Тебя же несят возможность другого пути следовать за истиной при поддержке целого поколения людей со схожими ценностями и мечтать. Добро пожаловать на поколение. Мероприятие для предпринимателей. В целом, да, я не могу сказать, что это было полезно. А, попав на концентрат, я вдруг увидел вот здесь вот надеясь горящими глазами, которые тебе говорят в ФНР. Все получится, давай ими делать. Можешь как-то проанализировать, как изменились твои доходы, выручки до этого обучения и после? Я не могу сказать, что есть какая-то зависимость. Я могу сказать, что, знаешь, типа, что ты не знаешь, и номер один это ложь. Почему я так говорю, да? Мы подтверждаем вы доходы и регулируем царь. Можно прислать фоточку денег. Фоточку на счете или что? Можно прислать просто там стриншот, что ты как-то перед воспитываю на счет. Или можно прислать просто пэш. То есть, типа, ты заработал 50 тысяч и сфотографировал и кристалл. Вот, ты скажи мне, сложно достать фоточку 50 тысяч рублей? Ну, это не кураторы врут, это врут люди такие же, те, которые проходят курс, как и ты. Правильно? Почему не проверяют? Из-за этого, например, у меня всегда складывалось впечатление, что там не говорят те, кто стоят на сцене. Чистая прибыль за 2018 год составила 8 миллионов рублей. Чистая прибыль в мае 2019 года составила больше 1 миллиона рублей. Спасибо. Если они не проверяют участников, как они себя ведут, они точно так же там, когда заявляешь на демо-день, а демо-день это в котором заявитель у тебя полторы тысячи человек сидит и смотрит, какой-то успех сделал бизнес, это уже посерьезно, да? Там никаких серьезных проверок нет. Соответственно, этот же самый человек по большому счету потом может стоять в сцене и сразу говорит себе что он красавчик и там сам не поможет всем никак. А еще разное, что мне еще не нравится это обвещание какого-то супер, какого окружения. Хотя по факту, когда ты приходишь на скорость, получается из трех подобных курсов, только на одном итоге курса я была в команде, где из 60 человек трое реально занимались с фикселом. И у с ними были интересные общаться сюжет, а до этого я попадал в команду с ребятами, которые у меня было такое ощущение, что они купили себе красную трилетку и думали, что сейчас они зашли на этот курс скорости и жизнь резкая изменилась. Они не делали так и не со своей нишей. Кто-то ответственен за вашу систему методики образования? Кто-то их проверяет? Контролирует? Во-первых, у нас есть лицензия на образовательную деятельность? Там приезжали, аккредитовывали что-то из Министерства экономического развития нашей программы. Сейчас мы стали резидентами Сколково тоже, не так уж просто туда попасть. После ареста Шабудинова за него вступился Борис Титов, владелец бренда Борис по совместитель уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите предпринимателей и бывший кандидат в президенты. А что Титов? Мы связались с его заместителем на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей Натальи Рябовой. А язов в качестве способа совершения преступления меняют распространение его команды информации, как считают следователи ложной информацией по тому, что его курсы могут позволить начать успешную предпринимательскую деятельность с высоким такводом. При этом следователь сразу заключает, что не соответствует действительности, и тут же опять же пишет, что при заключении соответствующих договоров не было наменено их исполнять. Но надо сказать, что, во-первых, делать такие заявления без какого-нибудь экспертового мнения по поводу тех же самых курсов поменьше не в странах. А информации о том, что экспертиза какая-то проводилась у нас нет. Кроме того, опять же, делать выводы по поводу эффективности курса, наверху можно было бы исходя с точки зрения хотя бы целого ряда лиц. А в антистополномоченную поступило уже несколько обращений бывших учеников фояда, которые говорили о том, что эти курсы эффективны. И мне кажется, что здесь все-таки нужно учитывать позиции свидетелей и участников процесса как за, так и труд. Поэтому, конечно же, вот то обвинение, которое предъявило мы созвонились еще с одним учеником школы Аяза Шабудинова, бывшим футболистом, а ныне предпринимателем Сергеем Зубрицким. До 23 лет я был сфокусирован на карьере футболиста и в один момент сказал себе, что если вдруг пойму, что не дорастут до сборной России, то поменяю деятельность. Я начал на программе «Долина» еще в 2018 году, это был ноябрь, но на «Долине» я, скажем так, до конца не доучился, потому что решил перейти сразу на МСА на премиальную программу в декабре 2018-го. У меня не было опыта в бизнесе, не было опыта даже работы в найме, приходил как спортсмен и больше пока что нигде не учился, кроме лайка. Это часто ученики Аязы говорят, что там ничего нового, ничего интересного, это и так можно везде прочитать. Я был как чистый лист, и для меня все было новое. Все инструменты, которые там давали, для меня они были просто мега полезными и практически применимыми. На текущий момент у меня сеть школ вокала, ну, сеть, небольшая сеть, три школы на текущий момент в Белгороде, в Воронеже и в Тольятти мы работаем, и две на стадии открытия в Краснодаре наоборот школ порядка двух с половиной, трех миллионов рублей в месяц на текущий момент. Ты не жалеешь денег, которые ты потратил на обучение у Шабудинова? Нельзя это было сделать дешевле? Да, дешевле, конечно, можно. Вопрос, как бы, качества. Так как я довольно быстро, на мой взгляд, быстро эти деньги купил, я, конечно, только рад, что я вложил их. Критики говорят, что, условно, Аяз продает мотивацию, воздух, да, что там за этим нету, ну, вот за самым этим простым образованием нету какого-то, какой-то академичности нету. Ты с этим согласен? Мне кажется, люди, которые говорят, что это должно быть как-то суперпрофессионально, суперпрофессионально, там, академически, это, ну, то есть, они чуть-чуть отстали, будто бы, от этого времени, потому что даже мотивация на пипец как работает. То есть, я помню, когда в Кургане пришел, у меня был продукт за 500 рублей. Купил и офигел. Это полезная вещь? Это будет работать, но не до Японии не все. То есть, я могу сказать, что я счастлив с этим потому что в тот момент времени мне вот этот пинок и вот этот вот какой-то заряд и импульс, он мне был суперполезен. Есть сейчас такое слово инфоцыгане, и можно ли отнести Аяза к ним? Ну, Аяза, я бы не стала к этому такому вот инфоцыганству относить, потому что полезная информация есть, и она стоит этих денег. Тебе это важно, показалась вот эта именно работа с мышлением, потому что именно ее все критикуют? Я не сторонник медитации, я человек православный, и я все эти блоки просто пропускала. Какой процент вот там разговоров про мышление и про мотивацию? Ну, небольшой. Ну, небольшой, на мой взгляд, это процентов 10. Тебя там учит юнит экономики, я не знаю, маркетингу, управлению персоналом, или как это происходит, нет? Потому что что-то, да. Ну, на самом деле, то есть, что такое пульс скорости, вот, давай по-честному, вся технология, вся пульс скорости, возьми там, ну, любой более-менее приличный учебный, более-менее приличный к нему по бизнесу, что это было. То есть, они не создают никаких, ну, они, в принципе, на первую, об этом говорят, что они не создают кнопши, да, они берут отработанную методологию, которая, как бы, везде, практически, едина. Вот, другое дело, что он учебник мотивации не даст, оттуда они вот как раз создают эту актестерну. Я участвую в программе «Миллиард союзов» и, на самом деле, сейчас уже оплатил не только там, три года участия, но еще и пять лет потом, то есть, у меня сейчас до 27-го года оплачено участие в этой программе. Есть ли курсы более полезные, чем курсы «Аяза»? Да у нас, в принципе, курсы по бизнесу какие-либо. У нас по бизнесу что? У нас была бизнес-молодость. Это тоже там, Лайк получил за бизнес-молодость, а больше-то особо не еще. Во всяком случае, то, что предлагает наше государство мой бизнес, «Помогите, ты предприниматель и все вот эти программы я проходил». Даже рядом не стремятся тем, что делает Лайк. А, лучше, вот знаешь, что лучше? Лучше Крии. Вот они лучше, Да, курсы Лайк-центра не оставляют равнодушным никого. Претензий, как и похвал, очень много. Но что обо всем этом хейте и конструктивной критике думает сам Аяз? К сожалению, дать комментарий из СИЗО Шабудинов не может, но он передал нам письменные ответы на наши вопросы через своего адвоката. Из письма Аяза Шабудинова Forbes «Наши программы входили в перечень рекомендуемых к обучению предпринимателей со стороны Министерства экономического развития. Мы имеем образовательную или резидентами Сколково. Каждый год успешно проходили аудиторские проверки, аккредитованные в Минцифре. У нас за 9 лет работы больше 50 тысяч студентов. Мы собрали на сайте более 30 тысяч людей, кто получил конкретный результат в бизнесе после прохождения обучения. При этом, когда мы имеем 50 тысяч клиентов, дело завели по обращению 8 человек, в том числе тех, кто учился у нас в 2019 году. Они проходили те же программы, что и 50 тысяч человек. Самое интересное, что 21 ноября мы выиграли в арбитражном суде дело против Натальи, предоставив на 400 страницах то, как она проходила обучение. Суд встал на нашу сторону. Услуга оказана. При этом я в СИЗО. Это какой-то сюр. Зайдите в Яндекс и вбейте. Отзывы. Вы увидите тысячи людей, которым могло что-то не понравиться. Теперь уголовное дело заводить? В 21-м году мы попросили прокомментировать бизнес Шабудинова в те времена основного оппонента АЯЗа Андрея Ковалева. Он прислал нам аудиосообщение. Бизнесу учиться нельзя. И когда они рекламой завлекают своими Феррари, Ламбонжини, молодых, наивных ребят, которые должны работать малышами, они их туда затягивают, их разводят на личные консультации, они продают квартиры, тащат туда деньги и разоряют. У меня столько примеров людей, которые потеряли все, включая семью. Ну, короче, вот такая у него идея, то, что вы заманиваете людей, они остаются ни с чем. Мы можем взять, обратиться к статистике роста прибыли запущенных проектов наших студентов, который верифицирован Центром содействия инноваций МСОЛЬ, который подтвердит рост прибыли наших студентов. Все. Ну, это факт. Все, что там Андрей может говорить, это же его мнение просто. Ну, пусть высказывает. Идея того, что не каждый может быть предпринимателем, это бред, это тоже расизм. Говорить, что есть какая-то предпринимательская жилка у кого-то или генпредприниматель, это расизм. Любой человек может быть предпринимателем сто процентов. Предпринимательство это не имеет никакой сакрализации. Если ты, например, приватизировал в 90-е какой-то завод, и ты управляешь этим, ну, там, завод, да, и ты взял себе к вам заместителя, который работает у тебя за копейки, потому что ты просто хапнул вовремя, да. Это ты про него сейчас говоришь? Я сейчас говорю, в принципе, про почему Фридман, например, тоже говорит о том, что не каждый может быть предпринимателем. Да, он говорит, что это гены. Да, вот. А я считаю, что это не так. Давай говорить языком фактов. Если ты мне скажешь, что вот ученые открыли ген предпринимательства, и эти люди с этим геном, нам будет о чем поговорить? Нет, такой генетикой человек там более, не знаю, смелый, у него там меньше страхов, он меньше рефлексирует. Мне кажется, выживают только параноики. Это футболка, в которой, по-моему, сидел как-то Тинькофф, параноик. Да, и мне кажется, что люди самые разные бывают. Кто-то в бизнесе параноик, и это наоборот увеличивает его выжимаемость. Кто-то там особый хитрый, кто-то особо умный, кто-то наоборот глупый, достаточный для того, чтобы рисковать, у него получилось и так далее. Нет пока такой комбинации, которая бы говорила, вот ты рожден предпринимателем, а ты нет. Все остальное, Тинькофф любит говорить, что есть какой-то особый генопредпринимателем, он говорит, не становятся, а рождаются. Ну, конечно, когда у тебя, например, работает Оливер Хьюз, например, выдающийся, ну, условно, менеджер, и чтобы, наверное, никто не уходил из компании, тебе выгодно говорить, что это какой-то особый дар. И вот это вот мнение, которое там транслирует Андрей Олег Юрьевич, значит, и другие предприниматели, их можно понять. Это очень умно так говорить людям с постсоветского прошлого. Наша компания, ее задача собирать, какие сейчас трендовые направления есть, а мы их собираем, потому что у меня 40 программистов сидят и смотрят, где, в каких нишах происходит аномальный рост сейчас. Ты едешь на садовод не для того, чтобы всю жизнь заниматься садоводом, ты едешь на садовод, чтобы очень быстро протестировать спрос. У нас много студентов, они открывают просто свои собственные цеха и производят уже одежду сами, то есть нанимают швеи и так далее. Вот, поэтому ты сначала реально так и тестируешь его, а потом уже открываешь цех и шьешь полностью самостоятельно. Мы же в больной стране живем, но эта страна больна. И Советский Союз ужасный эксперимент, в котором людей пытались перекроить человеческую природу. Это ужасно, и до сих пор поэтому страна больна. С одной стороны, мы все хотим богатеть. Откуда негатив-то в наш адрес? Потому что хочется, блин, вообще, эти уроды гоняют на этих машинах. А мне же промыли до этого мозги, что я не могу. Мне же всякие там говорили, что бизнес не для каждого. И вот у меня в итоге в психике огромные проблемы, потому что мне с одной стороны мама говорит, куда ты лезешь, с другой стороны, кто-то в интервью говорит, что бизнес не для всех. А с третьей стороны есть эти миллионеры молодые. И отсюда у тебя шизофрения начинает развиваться. Не просто переучивать человека шахтеров-программиста. Он не верит, что он может быть программистом. В России, наверное, чуть более особенно, потому что людей убивали. Пытались перекроить человеческую природу. Убивали, расстреливали, сажали в тюрьмы за бизнес. И это остается просто больным-больным тетном на психике. Если раньше в медийном поле лайк-центр представлял в основном Аяс Шабудинов, то теперь таким человеком стал Василий Алексеев. В 2011 году Аяс был учеником Алексеева на бизнес-курсах в Ижевске. В 2015-м Шабудинов предложил ему стать генеральным директором лайка. Сейчас Алексеев объявлен в розыск, так что полномочия Гиндира пришлось сложить и стать советником компанией. Как так получилось вообще задержание Маяза? Ты знал что-то до этого? Были какие-то предпосылки? Не было ни одного дня с 2019 года, примерно с середины, может быть, с третьего квартала 2019 года, когда у нас не было бы проверок, проверок бизнеса. И сначала это было вызвано определенным человеком, которому очень не нравилась наша деятельность. Андреем Ковалевым, это уже все знают. Потом, так как у нас несколько компаний и мы используем определенные льготы налоговые в том числе, то, соответственно, есть плановые проверки, это нормально. Поэтому, если говорить про какие-то существенные сигналы, которые бы подчеркивали, что вот такое может произойти, наверное, я скажу, что сигналы были, но для нас они просто стали уже нормой. При этом я буквально за неделю до всех событий был в России, в том числе ходил, мы предоставляли документы, ходил, встречался в Совете Федерации, мы обсуждали определенные изменения на рынке техно- и онлайн-образования в частности. Поэтому для нас, отвечая уже на вопрос, было ли это как-то спланировано, нет, для нас это было тоже шоком. Из письма Яза Шабудинова Forbes Пока мы по большей части пытаемся понять, что вообще происходит, почему, если даже обвинение неформальное, я в СИЗО? Хотя даже президент говорил, предпринимателей на время следствия по экономическим статьям в СИЗО не сажать. Почему я здесь, даже если уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Юрьевич Титов увидел нарушение в моем уголовном преследовании? Почему я здесь, если это дело относится к гражданско-правовым спорам, а не уголовным? Почему я здесь, если 21 ноября мы выиграли в арбитражном суде дело против Натальи и суд подтвердил, что услуга оказана? Ну и главное, как это вышло? 8 человек при 50 тысячах клиентах. Когда мы собрали на сайте 30 тысяч человек, которые получили результат в бизнесе после наших программ? Когда тысяча студентов оперативно сами направили ходатайство в суд, как им помогли наши программы, на которых учились те же 8 человек. Вопросов много. Надо прежде всего понять причину, чтобы понять, что вообще надо решать. Уже сейчас мне понятно, что нам точно нужно было работать с GR, чтобы мы были более понятны, кто мы, как учим и почему занимаем верхние места в рейтингах образовательных компаний. Оказалось, что несколько наших героев были знакомы с Натальей Калистратовой задолго до нашумевшего дела Аяза Шабудинова, в том числе и Василий. Аяз озвучил, что он не согласен с ее стратегией и рекомендовал ей перейти на работу в Белу. И Наталья была не согласна с этой моделью, потому что, видимо, ощущала, что у нее снизится доходная часть от этого, ну и, собственно, ее прибыль. И была очень возмущена негативной оценкой Аяза и ее подготовки к разбору, ну и, собственно, работы нелегально. С Натальей после этого я тоже встречался, потому что однажды к нам приехали журналисты с обвинениями в нашем похищении Натальи, даже показали видеоролик, где она садится в автомобиль. Я не знаю, как это было связано с нами, но такие выходки, если так можно сказать, они уже происходили до. Поэтому мы, наверное, уже были подготовлены к ситуации, что и Наталья, и Андрей могут выкинуть что-то необычное, новое и такое увлекательное с точки зрения истории. Из письма Яза Шабудинова Forbes Наташа пришла учиться в 2019 году. Прошла несколько программ, но очень халатно делала домашние задания. Спустя полгода или год на очередном слете предпринимателей в Катаре она зачем-то вместо того, чтобы отчитаться о домашнем задании, надела костюм в стиле Гэтсби. Это не шутка, у нас весь зал свидетели. И пока вместо отчета о выполнении домашнего задания она стояла с длинным мундштуком в руках, еще раз, это не шутка, я публично раскритиковал ее подход к учебе и странное поведение. После этого все и началось. Сначала мы слышали истории о ее похищении по нашему заказу, теперь я слышу от нее про зеленые таблетки и вот это все, что вы наблюдаете. Проблема только в том, что если тогда на слете всем была понятна неадекватность происходящего, то сейчас в общественном поле находятся люди, кто верят в ее рассказы. Что касается других людей, я знаю, что есть инициативная группа, которая целенаправленно ищет подобных людей, как Наталья, и чуть ли не заставляет людей писать иски. Но важно понимать, что у нас по каждому студенту есть аналитика его отношения к учебе, посещаемости, выполненных домашних заданиях и так далее. И что есть 306-я статья УК о заведомо ложном доносе. Я знаком лично и мы были вместе в Катаре. По моему мнению, мы даже с ней вместе, мы в компании брали машину и путешествовали по Катару. Наташа была в числе, вот в нашей компании у нас было 6 человек, и вот мы в Катаре. И, как мне кажется, тогда в Катаре Аяс сделал разбор. Ну, она сделала классный результат, вроде бы 3 миллиона прибыли, если я не ошибаюсь. Но Аяс ее не похвалил, а поругал, потому что, ну, ты не сделал ничего из того, что тебе говорил, а могла бы сделать и заработать гораздо больше. Вот. И он как бы, ну, резко высказался, то есть он не оскорблял, он просто, типа, резко дал обратную связь. И мне кажется, просто Анташа обиделась на это. То есть, ну, просто, типа, обидно, человеческая эмоция, но, видимо, она у нее засела. Потому что после этого она стала негативить, писать мне, там, с нашим законниками толчей, там, вот, посмотри, Аяс там, типа, всех обманывает, туда-сюда, хотя до этого положительно относилась. Это все было цензурно? Это все было как-то адекватно? Вот он ее поругал. Я бы, может быть, даже сказал, что это было жестко, но это в рамках, типа, общения. То есть там не было какой-то брани, там не было оскорблений, там просто, типа, ну, типа, Наташа, типа, ты ни хера не делаешь, ты бы, ну, и вот, типа, жестко пошел распадывать. Почему? Типа, а могла бы там больше заработать, в данный раз. Я не думаю, что ей нужны деньги. Я думаю, что вот ей нужно какое-то, не знаю, внимание на этот акт, это мчение, не знаю, за то, что, типа, он тогда ее поругал, публично ругал. Как сказала я, с 30 тысяч человек у него обучается, да? Угу. А вы знаете, что вот эти 30 тысяч человек это люди, которые не в состоянии поднять жопу и наказать этого мерзавца? И получается, что человек, даже если он передумал учиться, он не может пойти в суд, потому что, чтобы пойти в суд, нужно оплатить адвокатов, адвокаты же у нас бесплатно не работают, собрать документы, а оплата там происходит по ссылке. Человек переходит по ссылке, переводит денежные средства, денежные средства переходят в эквайринг, куда-то там в робокассу переходит, там робокасса берет с этого там 3-4 процента. Но, если человек передумал и у него хотя бы есть деньги на юриста, он приходит к юристу, а ему юрист говорит, соберите платежное поручение, идите в банк. Он приходит в банк, просит платежное поручение на сумму оплаты по ссылке, а банк ему не дает платежное поручение. Следовательно, человек не получает тот необходимый документ, который способен ему потом в будущем подать иск против Аяза Шабуддинова. И поэтому Аяз знает это, знает это. Он манипулирует из своей решетки, вот этой вот, которая там стоит, и говорит, на нас подало все только меньше одного процента, а 30 тысяч человек не подали. Да, не подали! Знаешь, почему не подали? А потому что ты из них оплачивал по ссылке, а эта ссылка не позволяет, не позволяет отследить денежные средства. Следовательно, невозможно выяснить, на какую организацию упали денежные средства. не видно ни ИННМ, ни правовую форму организации, не видно ничего. И вот сейчас я таких потерпевших собираю, и они все рассказывают, вот, мне банк не дает платежное поручение, мне банк не дает платежное поручение. Я говорю, посылки оплачивали? Да, посылки оплачивали. Я говорю, так, понятно, тогда хотя бы найдите вот это, вот это, вот это соберите, вот это, вот это, вот это. Там уже сотрудники ОБЭПа найдут эту сраную робокассу, через которую Аяз Шабудинов работал, и поставит раком эту робокассу, чтобы отыметь их так в уши, чтобы эта робокасса даже не очухалась. Понятно? Вот что ждет эту робокассу, потому что нарушать законы Российской Федерации и оббирать граждан Российской Федерации это незаконно. И вот это вот я сейчас доказала и потратила на это три года, три года, чтобы спасти граждан Российской Федерации. Аязик Мерзавец говорит, что типа и другие конечно не подадут, потому что физически даже большинство людей не знают, что такое платежное поручение. Платежное поручение! И где его взять? Так может все беды Натальи и других пострадавших от робокассы? Мы обсудили этот вопрос с налоговым юристом Игорем Апостолом. Калистратова говорит, что когда деньги отправляют через робокассу, невозможно понять, куда уходят эти деньги и отследить, кому они потом на счет поступают. И невозможно потом эти деньги вернуть, потому что непонятно, куда они уходят. Журналисты в нашей редакции с этим не совсем согласны. Что ты думаешь по этому поводу? Я считаю, что вот этот клубок его вполне себе можно развернуть. Человек на робокассу, клиент, он попадает не просто так, он попадает по какой-то ссылке. Ссылка у него откуда-то появляется либо с сайта правообладателя, либо от менеджера правообладателя и так далее. И, соответственно, в принципе, найти концы несложно. Более того, робокассы это такой сервис для юридических лиц, через который билеты в театры продают, в кино и так далее. Я уверен, что мы все им пользуемся постоянно. По этому сервису очень просто определить, куда дальше ушли деньги, в каком количестве, какая была комиссия, по какому договору была оказана эта услуга. И каким образом вообще ссылка на робокассу появилась до момента введения своих персональных данных со своей карты. Плюс, как у нас же везде в интернете сейчас мы, прежде чем что-то там заплатить или ввести свою фамилию и имя отчество, еще подписываем соглашение об обработке своих персональных данных. Потому что за это сейчас большие штрафы, и все это знают. И этим пользуются, эти формы обязательно оставляют. Поэтому уверенности, что вот какая-то мошенническая схема была, и там прям невозможно обнаружить, я думаю, что это не так. Но видите, раз правоохранители возбудили дело, значит, они считают так. Должна быть приведена экспертиза, но, к сожалению, как показывает наша практика, экспертиза за заключение эксперта, оно вполне себе может быть на стороне защиты. То, что мы используем робокассу, как и, наверное, десятки тысяч других компаний, я не знаю, сколько клиентов в робокассе, мы используем и Cloud Payments, и Сбербанки, это было бы примерно похоже, если бы она сказала, что Сбербанк, вот деньги, когда платишь, непонятно, куда уходит. Среди героев нашего выпуска есть человек, которого не устроило обучение в лайк-центре, и она смогла вернуть деньги. Как быстро удалось вернуть деньги за обучение? В течение, наверное, трех недель не вернули все. Тебе пришлось объяснять, почему, что не понравилось? Там стандартная форма, тебя даже не уговаривают там остаться или что-то такое. Из секты же нельзя выйти, или это не секта? Это не секта. Они максимально лоярен, и нельзя выйти от них недовольны, потому что они деньги возвращают после 5 копию как бы сразу. То есть, что-то тебе не понравилось, они тебе помимо того, что денег вернут, они тебе еще каких-нибудь бонусов дадут, расскажут, еще что-нибудь, польз, какой-то дадут. То есть, у них очень хорошо работает именно этот сервисный скрипп. То есть, у меня, например, даже есть девочка, которая у нее связь проходила, и она ничего не заработала в exchange. То есть, она реально жила, получается, открыла студии своей пандемии, что никто не пришел, она в меня вся жесткая, и я говорю, ты будешь возвращать миллионы? Робокасса может быть сервисом, который помогает в мошеннических схемах? Да нет, вряд ли, это просто онлайн-касса. Все сервисы с оплатой в интернете используют онлайн-кассу, это кассовый аппарат просто в интернете. В этом деле, вообще, много деталей, которые я слышал, которые кажутся странными, например, мы все видели выступления свидетелей или потерпевших, я уже не помню, кто это был, в суде, и утверждения о том, что давались какие-то таблетки. В общем, тут столько различных фантасмагоричных деталей, что иногда сомневаешься, правда ли это. На первый взгляд могло показаться, что Борис представитель стороны защиты или хотя бы сочувствующий Аязу юрист. Но это не так. Он сооснователь и директор по правовым вопросам в Дестраллегал. Это юридическая фирма, которая помогла Наталье Калистратовой подать первый иск к лайк-центру в марте 23-го года. Всего к середине ноября того же года ученики курсов Шабудинова подали через Дестраллегал к лайк-центру около 70 исков. Еще более 150 заявлений находились на досудебном этапе. Но, как подчеркивает Борис, все это были гражданско-правовые дела. Не уголовные. Уголовными компания не занимается. Мы давно работаем по онлайн-курсам, давно помогаем возвращать за них деньги. Подавали коллективные иски, выигрывали дела против крупнейших школ, которые у нас есть на рынке. И, конечно, лайк-центр попал в поле нашего зрения с ростом их пользовательской базы. К нам стали все чаще и чаще обращаться их клиенты, и мы стали помогать им в возврате средств. А сейчас мы ведем достаточно обширную группу исцов, которые в настоящий момент разрешают свои споры с лайк-центром в гражданском правом порядке в судах общей юридикции, взыскивают деньги за непройденные части курсов, за некачественные курсы, ситуации разные, но это все гражданские дела. Параллельно с этим некоторые наши клиенты обратились в правоохранительные органы и возбудили уголовное дело. Давай сразу обозначим. Недовольные клиенты есть и у школ английского языка, и у школ онлайн-фитнеса, и у школ а-ля успешного успеха бизнеса. То есть недовольные клиенты есть везде, не только у инфобизнесменов. Сто процентов я тебе больше скажу. Если мы посмотрим на то, на портрет недовольства клиента, у лайк-центра он не будет настолько жестче, скажем так. Люди, в принципе, от онлайн-школ приходят с одними и теми же недовольствами. Обещали одно, дали другое. Такие же проблемы у нас есть со школами, типа, обещали научить быть разработчиком, дали какой-то поверхностный материал, который я наполовину и сам знал. Много таких претензий. Отличие лайк-центра и отличие, наверное, курсов больше таких инфобизнесовых в том, что обещания сильно завышены и, в принципе, продажные техники, которые используются, они существенно более напористые. Ожидания накручивают, а потом ожидания не совпадают совсем. Могу сказать так, чем больше обещают, тем больше недовольства клиента потом. Ну, это и понятно. У большинства школ, у лайк-центра, у всего крупняка, у них либо в оферте прописан срок, после которого они считают, что услуга оказана в полном объеме, возьмем, для примера, лайк-центр, тебе продают курс на два года, в оферте при этом указано 42 дня, когда ты обращаешься с требованием вернуть деньги по прошествии, например, полутора месяцев, ты заплатил больше миллиона за курс, ты рассчитываешь на обучение в течение двух лет, проходит месяц с небольшим, ты обращаешься и тебе говорят, вы знаете, услуга оказана в полном объеме, мы понесли уже все расходы на всю сумму, что вы нам заплатили, мы вам ничего еще частой ловкой является то, когда исполнитель говорит, вы у нас поручились две недели, но мы уже все 200-150 тысяч за курс, они все уже ушли, это все фактически понесенные расходы. Тоже противоречат законы, нужно документальное подтверждение, исполнитель обязан его предоставлять, при этом нельзя сказать, что школы сразу прибегают к вот таким не вполне добросовестным практикам, большинство школ предложат сперва поменять на какой-то другой курс, изменить срок обучения, как-то взаимовыгодно какой-то компромисс достигнуть, но не всегда. В отличие от других игроков, лайк-центр практически никогда не возвращается в досудебном порядке, у них достаточно жестко составлена оферта, при этом достаточно профессионально. Оферта составлена так, чтобы по максимуму не возвращать деньги, и многие положения из этой оферты работают. Тут нужно отметить, что все онлайн-школы так делают с разной степенью наглости. Скажем так, это практика стандартная для рынка. Я думаю, что если мы посмотрим на международные техрынок, это будет стандартная практика и там. Не форцы. Я был на суде Аяза, который был 22-го, что-то, ой, ноября. Они очень сильные провокаторы, особенно на СМИ, особенно на публику. И меня Наташа провоцировала вас. Я достаточно устойчив. Мы просто стояли, там брали интервью, а я стою тут перед нами, Андрей, Наташа слева. Я ее игнорировал. Она меня все два раза ударила, я ее все игнорирую. Я вычислила все организации третьих лиц, которые являются посредниками, они реально обналичивали деньги в больших количествах. То есть, вывод в кэш конкретно. То есть, там конкретно столько статей, блин, и вывод в кэш, обналичивание, и уход от налогов. Ну, ты вот видел, да, документы, которые тебе Настя прислала? Да. Но они криминально как-то не выглядят. Я не вижу, честно говоря, ничего криминального, учитывая, сколько у нас налоговых льгот возможно. И когда ребята действительно крупные финансово начинают на этом поле играть, естественно, они нанимают профессиональных бухгалтеров, которых выводят в те зоны, где налоги меньше. Есть такой телеграм-канал Жаба и Гадюка, и они вот писали, что в 2022 году Лэк-центр не заплатил налог на прибыль. При этом в предыдущие годы они платили. Если опираться на данные из Парка Интерфакс, то Лэк-центр заплатил чуть меньше 7 миллионов рублей налогов, что тоже кажется странным. Такое вообще возможно? Я думаю, что сумма налогов вполне себе вменяемая и реальная, учитывая, что у нас сейчас многие предприниматели в целях сокращения налоговой нагрузки, официальной, легальной, я не говорю про уход от налогов, но стараются перейти в юрисдикцию там, где нужно платить налоги меньше, где есть налоговые льготы. И это у нас в ряде регионов снижены налоги, начиная от НДС, заканчивая налогами на прибыль и всем остальным. Так и есть специальные зоны, где налог на прибыль и НДС существенно ниже. К примеру, это вот зона Сколково, она предоставляет очень серьезные льготы для развития бизнеса и для российской экономики это нормальная история. То есть у нас экономика развивающаяся, у нас очень мало бизнеса и бизнесу нужно помогать, поэтому появляются вот эти налоговые зоны. И тут вопрос, не употребляет ли бизнес пользованием этими налоговыми зонами или не злоупотребляет. Относительно лайк-центра, вот у них несколько юридических лиц. Что думаешь? Я думаю, что там дробления как такового не было. То, что они занимались оптимизацией в легальном поле, я считаю, что наверняка занимались и это логично. Слушай, а почему его не привлекли за налоги как Чекалиных, Митрошину, Блиновскую? Это дело существенно отличается от тех дел, которые предъявлялись другим блогерам за последнее время, потому что это были чисто налоговые преступления. Я так понимаю, что на данном этапе налоговых вопросов нет. Судя по тому, как дело было возбуждено на Аяза, как он был скоропостижно задержан, и ему избрана мера пресечения, возможно, по налогам-то было и не докопаться, тут правоохранители тоже находят слабые места. Юридическое сообщество и предпринимательское сообщество, наверное, в основной своей массе считает, что именно уголовное преследование тут необоснованно, и если бы мне кто-то рассказал эту историю без деталей, я бы, наверное, тоже сказал, что не похоже на 159, не похоже на мошенничество, все-таки спор потребительско-экономический и должен разрешаться в суде общей юрисдикции, с чем я отчасти тоже согласен. Когда начинаешь чуть глубже влезать, вникать в детали истории, то и слушаешь истории потерпевших, опять же, я не следователь, я не берусь утверждать, насколько эти истории достоверны, то там люди рассказывают такую существенно более негативную информацию про то, что брались кредиты на компании по указанию сотрудников, по указанию менторов, тренеров, и, в общем, жизнь людей, которые вот сейчас двигают уголовку, оказалась разделена на до и после. Я не понял, почему это дело перевели в уголовное? Если говорить чисто юридически, потому что, как указано в постановлении, были оказаны, были проданы услуги без намерения их оказать. Это же гражданское дело. Как юрист, мне тоже кажется, что это дело гражданское, но, кроме того, что мы не знаем всех деталей этого дела, тут также нужно учитывать, что все-таки к уголовному делу присоединилась уже некоторая группа потерпевших. Это не единичное лицо, а это большая группа людей, и, наверное, какая-то доля правды в их словах, в их обвинениях все-таки имеется. Погласается в глаза то, что несоизмеримый масштаб преступления, причем экономического преступления. Насколько я знаю, претензии от восьми человек на восемь миллионов рублей к предпринимателю, который зарабатывает несколько миллиардов рублей ежегодно, и, как мне кажется, это небольшая проблема заблокировать восемь миллионов рублей, и дальше позволить юристам разобраться в этой ситуации. Я как предприниматель часто в служительстве, и у меня порядка пятьдесяти дел, но вот я, допустим, так не умею судиться, чтобы злодея взять и посадить за мошенничество, хотя у меня кадров таких очень много, с которыми очень хочется так сделать, но я так не умею. Я не представляю, мне даже хочется узнать, как они это сделали и как так получилось. Могу сказать, что я лично восхищаюсь ее упорством. Безотносительно результата, которому привели ее действия, вот исключительно ее упорством я, конечно, восхищаюсь, потому что она сделала все, чтобы добиться своего. А это сложно в нашей стране довести дело до уголовки вообще? Слушай, если бы ко мне пришли к юристу и сказали, помоги нам сделать это, я бы, наверное, сказал, что маловероятно, что у нас возбудят дело по 159 по такому составу. У нас целый комплекс мер содержится в уголовном процессе, который направлен как раз на то, чтобы предпринимателей в сезоне сажали. Это обусловлено множеством факторов и тем, что без ведущего лица бизнес утрачивается. Это обусловлено тем, что иногда уголовное преследование как раз и возбуждалось для того, чтобы лицо посадили в СИЗу и для того, что, в частности, для как инструмент рейдерского захвата, ну, либо инструмент того, покупать бизнес. Это проблема и начиная с 2013-2013 года у нас в законодательстве выстроили достаточно такой четкий ряд мер, которые, как раз, были направлены на то, чтобы в отношении предпринимателей такая мерописчиня не избиралась. Но вот те нормы, которые сейчас действуют, они, безусловно, хорошие, но срабатывают не до конца, потому что оставляют возможность усмотрения со стороны следствия с одни семей этих действий, которые комбинируются с предпринимательской деятельностью. Но вот в этом случае следствие не усматривало этой связи, мы ее усматриваем. поэтому мы полагаем, что данная мерописчиня в отношении Аяда Шабудинова была избрана чрезмерно. Мошенничество это, в принципе, такая статья очень расплывчатая, по ней довольно легко возбудить уголовное дело. Изначально то, что говорили, что людям обещали, что они там станут суперпредпринимателями, они не остановились, но это конечно же очень по позиции такая слабая. Тут чтобы возбудить уголовное дело, нужны какие-то железобетонные доказательства. Видимо, робокасса в свое время как-то себя скомпрометировала, но опять же, тут нужно разбираться, допустим, Калистратова заплатила деньги и решила их вернуть обратно. Что она для этого делала? Потому что есть вполне себе законные там такая дорожная карта, как эти деньги получить обратно. Пишешь заявление, получаешь или не получаешь, не получаешь, обжалуешь в суд, по закону о защите прав потребителей 99,9% что тебя защищат, потому что у нас в стране два закона работают классно, это закон о защите прав потребителей и трудовое законодательство. У нас неурегулирована деятельность вот эта образовательная коучи, блогеров и так далее. И как раз таки из-за вот этой дыры у нас и получается, что деятельность лайк-центра она подпадает под мошенничество, а не под доказание образовательных услуг. Я до сих пор уверен, что самый важный элемент это сначала выстраивать рамки, правила, а после этого наказывать за их неисполнение. Потому что сейчас пока мы считаем, что произошло наоборот. Что сначала последовало наказание, а потом установление правил. У тебя есть понимание, почему на Аязы завели уголовку, а не гражданское дело? Я думаю, что виной всему популярность и некая навязчивость из каждого утюга звучало. Я думаю, что это важный политический момент. Поэтому в отношении него было возбуждено дело, потому что мошенничество говорит о том, что есть некоторое искажение сознания у молодежи. Вот такую трактовку видимо государство включает в обвинительное заключение. Это, конечно, неправильно с нашей точки зрения, но я считаю, что здесь скорее всего политика больше замешана, нежели какой-то здравый смысл и реальный состав преступлений. Нам иногда говорят, что у вас очень агрессивная реклама. Мы с одной стороны понимаем, и поэтому сами снижаем агрессивность. С другой стороны, вся реклама проходит модерацию. То есть проходит модерацию площад. Ее нельзя просто разместить любую. То есть ВКонтакте проверяет и сам говорит, это можно. Яндекс проверяет и говорит, это можно. Условно, если бы опять же я возвращаюсь к рамкам, если бы сначала были рамки, а потом наказание за выход за эти рамки, то мне кажется, было бы логичнее. И еще сейчас действует такой момент, что если пять лет назад адвокаты знали, что переход уголовного дела в публичную плоскость может положительно сыграть на судьбе подзащитного, в том числе вот дело Голунова, то сейчас мы живем в такое время, что публичность какого-то дела, она скорее всего сыграет злую шутку. Если у населения в среднем были сочувствующие какие-то настроения, что человеку подкинули наркотики, он вообще обвинен незаконно, то когда речь идет об обеспеченных людях, у нас население в среднем хочет крови. чтобы их наказали, сказали, вот они все мошенники, вот они зарабатывают много, значит, точно всех обманывал. Не форбсы. Из письма Яза Шабудинова Форбс. Последние годы я жил с ощущением, что образование из России может стать новым балетом или новым финтехом для всего мира. Многие игроки рынка вам скажут, что в России рынок, продукты и компании в образовании развиты лучше, чем во многих других странах. А что ждет рынок в будущем как раз зависит в том числе от того, чем закончится мое дело. Не хотелось бы идти по китайскому сценарию, где акции многих образовательных компаний обнулились буквально за сутки после местного госрегулирования. Не хотелось бы, потому что я верю, что у России действительно есть потенциал стать мировым лидером в области образования. А для этого важно сохранить частную инициативу с понятными открытыми правилами. Для меня это в первую очередь знак, что любого предпринимателя могут по каким-то причинам задержать без оснований. И мне кажется, что на текущий момент, когда я поддерживаю АЯЗа и многие предприниматели другие поддерживают АЯЗа, мы в том числе поддерживаем здравый смысл и защищаем всех предпринимателей. Среди моих знакомых все, кто зарабатывает хорошие деньги, нет ни одного человека, кто бы его осуждал. Если честно сказать, многие мои знакомые стали думать о том, как перебираться за границу, как уезжать, потому что начали переживать за то, что их завтра точно так же могут ударить по голове. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok